Всем салют, меня зовут Егор Шадей, сегодня опять информационночка по Яндексу небольшая. Обсудим тему подключения, это как можно сделать через парк самостоятельно, там быть и бэлисом, и занятым. Тут везде есть свои плюсы и минусы, есть отличия, поэтому про эту тему немного расскажу. Кому интересно будет полезно, буду рад. Если кому-то это неинтересно, ну, что поделать тогда. Начнем мы от сложного, пойдем к простому, начнем с ЭП. Короче, индивидуальный предприниматель, это можно сказать прямой партнер Яндекса. Если ты оформляешься как там юридическое лицо ЭП, считай ты прямым партнером, он тебе деньги напрямую будет платить. Типа какие-то давать поблажки, ну, в виде там повышенного приоритета, вот это все, там налоговый вычет тоже какой-то полагается от Яндекса. Короче, в этом есть минусы, это ЭП, это типа юридическое лицо, которым нужно платить страховые, пенсионные, вся вот эта тема. У меня была ЭП два года назад, и за пенсионку я отдал там 10 косарей просто так. Ну, тяжело, короче, это все. Помимо там других расходов, то, что есть штрафы за несовременная подача деклараций, штрафы большие, постоянно приходят письма с налоговой. Ну, это в моем виде, когда я все, типа, делаю неправильно, потому что финансовая грамотность у нас в России, ну, типа, вообще низкая, и тут нужно разбираться, и вообще надо разбираться, будет у тебя ЭП или не будет, примерно хоть знать какие-то основы. Не заставит там труда, ну, посидеть этим, позаниматься, потому что есть в этом плюсы, ты можешь сделать на ЭП лицензию на свою тачку, быть официальным такси, ну, никаких претензий никто предъявить не сможет. Причем у тебя будет там прямой канал с Яндексом, потому что, ну, типа, к таким партнерам они относятся немного по-другому, чем подключать, подключашкам. В этом тоже есть особый плюс. Плюс налоговая вычета тебе полагается там на какую-то сумму, я не знаю на какую, везде вроде как по-разному, типа. То, что, ну, типа, будет на какой-то процент меньше, налоги ты будешь платить, пока эта сумма там не закончится определенная. Тоже, ну, в этом есть плюс, типа, поддержка какая-никакая. Потому что, например, в США там все, можно сказать, ЭПшники, вот, ну, кто-то занимается деятельностью такси, там немного по-другому система это работает. В принципе, там тот же самый Uber, но вот немного по-другому. Можно сказать, там, надеюсь, что у нас перейдет вся эта система, что водители там будут оформлять какое-то там юридическое лицо себе для того, чтобы там, ну, делать эти перевозки. Там, распечатывать какие-то квитанции, если кому-то нужно будет. Потому что, ну, блин, у нас в Волгограде не лицензированное такси, поэтому всем особо пофигу. В Москве вроде как все лицензированные. Поэтому там уже уровень как бы другой. И мы должны, типа, равняться на Москву. Но мне кажется, мы, ну, будем равняться, но с задержкой там несколько лет в скором времени. Потому что у нас особо выделенных полос нет, они не помогают потом. А плюсы еще от лицензии, ну, вот, только в том, что можно официально считать себя, там, нормальным такси, которым претензий никто никому никаких не может предъявить. И на дистанции, если примерно в год водитель зарабатывает, там, от 800 тысяч, то по налогам выйдет примерно то же самое, что через подключашку. Потому что вот это, ну, вся эта дистанция делится на этот процент. Примерно ты будешь там отдавать не сильно много налогов, типа, государства. Ну, это налоги, а не комиссия Яндекса. Поэтому вот в этом и разница. Второе, это самозанятые. Это вообще самое простое, что может быть. Если у тебя своя тачка, хочешь ты работать в такси, ты скачал себе приложение, там, 10-15 минут потратил на то, чтобы заполнить там поля, там, паспорта, все вот это вот, песня. И там, по сути, делать-то даже ничего не надо. Тебе там деньги списывают со счета автоматически. Типа, вот эта вся тема автоматическая. Науговый вычет там тоже есть. Есть, у нас в Лугограде это 25 тысяч, ну, типа, на полгода, по-моему, достаточно. Я только не знаю, они в каком проценте списываются или, ну, типа, 25 тысяч достаточно большие деньги. На полгода, тем более, налогов. В этом тоже есть плюсы. Тебе дают приоритет. Это, ну, типа, блин, приоритет, я думаю, решает в поездках. Плюс тоже там какая-то там особая поддержка. Ну, вот приходят смс-ки мне, я их читаю, типа, какая-то особая поддержка для самозанятых голосовой помощник. Все в этом роде. Яндексу выгодно кинуть водителей на самостоятельную деятельность, а не чтобы они через парк работали. Я не знаю, почему, но, типа, выгодно, видимо. Поэтому пытается любым способом это делать. Я бы даже попробовал быть самозанятым, если бы у меня была бы своя тачка. У меня в 21-м году цель купить свою тачку. Я ее забрендирую и, скорее всего, попробую стать самозанятым. Я потому что эту тему не знаю, ее нужно пробовать. Я знаю по рассказам того парня, там, чего это, как это. Я думаю, что стоит попробовать, потому что здесь тоже есть свои плюсы, свои минусы. Определенную выгоду, которую мне нужно будет понимать, как ее получать. Плюс это тоже какая-то финансовая грамотность, самозанятость, тем более недавно в России открылась. Как вот такая вот деятельность, там, не ИП, а еще проще. Типа, будешь платить, там, 4-6% налогов на дистанцию, если, там, выводить, то это тоже, там, очень мало выходит. На это можно экономить будет. Плюс какой-никакой налоговый вычет. Плюс можно будет делать справки самостоятельно все два НДФЛ. То есть, если какие-то крупные покупки совершать, там, недвижимое, движущее имущество, то, ну, в кредит, или, там, в другую, ну, не знаю, неважно, короче. То есть, с банком можно как-то будет налаживать. То есть, вот, у меня такие-то доходы, смотрите, типа, никаких проблем нету. Через подключение чашки я, например, не могу так сделать. Не могу показать приложение, говорю, смотри, я, там, сотку заработал. Типа, давай мне кредит на сток. Как-то, типа, мне скажут, нихера, типа, нужна справка 2 НДФЛ. Ну, типа, как в подключении, я не знаю, как ее сделать. Потом. Какие еще, может, моменты я забыл. Ну, в общем, неважно, я вообще не к этому вел. Просто хочу рассказать, что есть определенные виды деятельности. В каждой есть свои плюсы и минусы. Кто-то работает как ОП, кто-то не работает, кто-то работает как самозанятый. Ну, все придет, определенно, вот, все придет к тому, что все, скорее всего, будут какими-то самостоятельными юридическими лицами. Ну, потому что начинается сейчас только это. Я думаю, через 3-4 года все поедут как самозанятые или как ОП, у кого есть лицензия. Потому что вот еще минусы самозанятых, они не могут лицензию на себя оформить. Только, ну, на ОП, короче. Вот такая вот тема. И последний момент, это подключение через парк. Просто легко. Выбираешь любой парк, который хочешь. Ну, кто работает на своих тачках в виде подработок, вот, например, нет ни брендинга, ничего. Я советую выбирать, там, не знаю, какие-нибудь крупные парки. Много блогеров, таксишных, там, рекламируют, там, полеты, эксперт, парк, вот, что там, космос, все, что можно. Там есть плюсы, это то, что есть поддержка. В случае чего, типа, вам кто-то что-то поможет, это, ну, это важно. Например, у меня с моим парком, это, ну, мне нужно будет звонить Коляну через WhatsApp. Там, там, как-как, если он занят, то он мне может даже не ответить. Там поддержка занимается именно тем, что помощь круглосуточна. Плюс, везде разные свои выводы. Мне, например, удобнее через приложение. Я когда захотел, тогда я вывел деньги. Где-то выводят через приложение, где-то выводят, например, там, раз в сутки самостоятельно на карту. Но сами смотрите, вам как будет удобнее. Удобнее будет, там, получать, так, деньги, да, подключайтесь, ради бога. Потом смотрите определенную комиссию. Вот, ну, чем крупнее парк, тем у него меньше комиссия. Вот я плачу, там, в районе пятака комиссии, ну, мог бы на ней тоже экономить. Но у меня не вариант, так как у меня деньги списываются прямо со счета, ну, с таксометра, за аренду. Я не езжу, никуда не плачу, никуда не перевожу, у меня деньги просто списываются автоматически. Да так у большинства, наверное. Поэтому, типа, я парк не могу выиграть. Ну, и 5% особо немного, потому что я раньше работал в парке, где я там и десятку процентов мог отдавать запросто. И с этим вообще там ничего поделать нельзя было. Потом плюсы, минусы, вот, например, работать через подключение в парке. Есть плюсы, то, что парк может мотивировать своих водителей и давать бонусы за какие-нибудь поездки. Вот у меня друг работает через крупный парк, и сейчас там, если за три дня делаешь что-то в районе 65 поездок, то тебе там накидывают полтора рубля. Ну, тоже, типа, запрос так. Мотивация от парка, это всегда приятно. Ну, проблем не должно быть с выводом денег, например. У него нет проблем с выводом денег. У самозанятых, например, тема по-другому. То, что там выводят деньги в течение суток где-то. Могут там в течение двух-трех. Я слышал, что могут задерживать эту тему. Яндекс говорит, что без задержки, но, типа, нифига. Бывают. Через приложение, если ты в парке выводишь, там никаких задержек особо не бывает. Вот у меня, например, ни разу не было. У меня там в течение минуты деньги капают. Потом. То, что ты не привязываешься к этой деятельности в плане юридического лица. Работаешь через парк. Типа, ты никому ничего не должен платить все дни, когда ты не работаешь. Типа, в этом тоже есть определенные свои плюсы. То есть, захотел я завязать с этой деятельностью. Нашел какую-то другую себе работу. Вот. Ушел, да и все. Типа, проблем никаких нет. В плане ИП. ИП закрывать, ну, типа, не так уж просто. Я закрывал, и в течение долгого времени какие-то там моменты я постоянно забыл делать. Короче, не суть. Все равно это какая-то вот поверхностная тема, потому что надо понимать, ну, все варианты, они есть. Но почему-то люди на них некоторые работают, некоторые нет. Как бы нужно знать сравнение между чем и чем. Прям через парк я понимаю, что это просто, ничего не нужно делать, ты подключился и все. Но, возможно, на дистанции выгоднее будет работать как самозанятый. Ну, в пенсионку, конечно, эта тема не капает, но и стаж у тебя не идет. Но ты, типа, самостоятельное лицо, которое есть, типа, вот мои доходы, все, проблем у меня никаких нет. У ИПшки, например, там и стаж идет. Вот, например, тут тоже есть свои плюсы и минусы. Я вот хотел рассказать про это, чтобы люди задумались. Ну, типа, кто-то может относиться к деятельности серьезно и будет там повышать, можно сказать, свою квалификацию и идти на другой уровень для того, чтобы какие-то плюсы в своей жизни тоже получать от этой деятельности. В принципе, вот на этом все. Из плюшек прикольных у меня, наконец-то, прибавился рейтинг на плюс один, потому что я 200 дней катаю по Яндексу. У меня минус, блин, загорелся чек, и я, типа, не знаю, что делать. Температура вроде нормальная, газ вроде включился, но чек все равно горит. Почему хрен его знает, что делать, я тоже не знаю. Бывают у меня такие темы, думаю, сейчас самостоятельно эта тема решится. Ну, потому что было уже такое. Плюс недавно накинулись на меня, там, кто-то оставил комменты, что у меня сдачи нет, типа, камон, у меня там мелочи, не знаю, миллион рублей. У меня всегда есть сдача, я всегда ее даю. Типа, скорее всего, скорее всего, хотели перевести через Сбербанк, я говорю, у меня Тинькофф, но Тинькофф люди не умеют, вот они подумают, что у меня сдачи нет. Ну, вот, типа, это мое предположение, что мне вон там поставили палец вниз, да и, типа, пофигу. Особый рейтинг у меня сейчас потихонечку растет, но надо вот к концу месяца его 4,9 получать, потому что надо платину обратно. Вот и все. Типа, пытайтесь разобраться для себя, что вам выгоднее, самозанятый, потому что подключить, ну, типа, два пальца там нужно нажать, типа, скачать приложение и все. Типа, кто работает серьезно, там, надолго и все в этом роде. Я, возможно, попробую, если возьму свою тачку. Вот на этом все. Типа, кому понравилось, ставьте лайки. Если есть вопросы, пишите в комменты, типа, обязательно обсудим эти темы. Все, давайте, всем пока, я поехал работать, сейчас, если человек у меня слезет, конечно. Все, давай, пока.